Спасибо, что пришли к нам в студию. Вопрос, который мы хотели бы обсудить с вами, это Институт Судоводства, эти клубничные поля, которые сегодня странным образом по паям уже вроде как погашены, вдруг опять обретают новую жизнь с новыми владельцами. Расскажите, пожалуйста, поподробнее нашим зрителям, что за проблема и как вы видите вообще ее решение, насколько она сегодня носит такой масштаб глобальный, и нужно ли вообще обращать на это внимание? Ну, на самом деле масштаб достаточно глобальный, и несмотря на то, что эта ситуация, как мы считаем, что это рейдерские захваты земель, сельхозназначения, которые происходят в нашем районе, она началась достаточно давно. То есть можно обозначить это начало 2000-х годов, когда Путин укоренился во власти Владимир Владимирович, создалась мощнейшая на тот период времени партия «Единая Россия», которая под шумок приняла закон об обороте земель сельхозназначения. И, соответственно, после принятия этого закона, земли сельхозназначения можно было переводить в иную категорию, заниматься куплей, продажей этих земель. И таким образом начался большой, крупный передел земель сельхозназначения. Конечно, это все состоялось при поддержке непосредственной власти. То есть на тот момент в Московской области был губернатор Борис Селдич Громов, который также руководил на тот момент авторитетной организацией «Боевое братство». И так или иначе, есть такая фигура, сейчас является депутатом Государственной Думы, до этого был членом Совета Федерации. Это господин Саблин, который в 2003 году, если мне не изменяет память, был советником губернатора Бориса Селдича Громова. И вот с этих самых пор начинается как бы беда не только наш Ленинского района, а всего ближнего Подмосковья. Потому что если мы обратим внимание, все те застройки, которые есть, а ведь эта схема, которая у нас сейчас реализуется на клубничных полях института садоводства, она у нас, собственно, повсеместна. И если вначале они банкротили просто непосредственно все предприятия сельхозназначения, которые у нас были, то есть в 2010 году у нас окончательно был банкротен колхоз Владимира Ильича, а как мне кажется, это именно тот самый колхоз, с которым и начались массовые захваты земель сельхозназначения у нас в районе. И на землях этого колхоза Владимира Ильича был построен так называемый 6 микрорайон в городе Видное, Купеленко и другие, собственно говоря, микрорайоны. Есть на тот момент, как бы захватывали, да, руководство рейдерские совхоза, потом принимались решения, раздавали паи крестьянам, потом эти паи выкупали, и таким образом они потихоньку-потихоньку эту землю переводили из сельхозки, а учитывая то, что у нас главой Ильинского района был Василий Юрьевич Голубев, естественно, человек тоже знакомый этой самой команде, в которой был и Саблин, и Громов, и они быстренько-быстренько эти земли сельхозназначения поменяли категорию, построили микрорайоны, и таким образом заработали достаточно солидные деньги. И вот здесь начинается самое интересное, о чем нам уже Анатолий Николаевич Хомяков сейчас расскажет, поскольку эти земли были застроены, эти земли были застроены, был уничтожен также колхоз 21-го съезда, на землях колхоз 21-го съезда, кто не знает, это сельское поселение Булатниковское, там тоже огромное масштабное жилищное строительство идет, там Бутово-парк, Бутово-парк-2, и много-много там еще. Потом у нас пал колхоз имени Максима Горького, где сейчас строится компания самолет-девелопмент, который так или иначе связан уже с действующим губернатором Воробьевым. И вот, когда вот эти вот большие куски земель сельхозназначения уже были украдены, переведены, распилены, и по факту уже большинство застроены, то есть застройщики нуждаются в новой непосредственной земле, под иные виды бизнеса, ну и в том числе по строительству тоже, начинается появляться другая мошенническая схема, от которой Анатолий Николаевич вам сейчас и рассказывал. Да, действительно, в феврале вот этого года видновчане, которые пошли просто гулять в березовую рощу, свою любимую, за стадионом Металлург, вдруг обнаружили, что там начали пилить деревья. И когда, ну, общественность возмутилась, стали выяснять, что как, оказалось то, что кусок березовой рощи, это был выделен как пай колхоза имени Владимира Ильича, которого на этом месте никогда не было, никогда. Это, ну, всегда были земли лес, ну, лес, как бы в Советском Союзе, это была государственная собственность. Соответственно, наши активисты, да, нашего округа стали внимательно копаться, копаться во всем этом, раскрывать всю эту схему, и выяснилось то, что на самом деле только один из, там, более чем трехсот участков по всему округу, которые были вот по вот этой схеме переданы из государственной собственности таким мошенническим путем в частные руки и проданы разным коммерсантам. То есть, как вот правильно сказал Владимир, действительно, все, ну, настоящие сельхозземли колхоза имени Владимира Ильича, они уже оказались в собственности у, ну, так или иначе, разных фирм, которые, в общем, все аффилированы к Дмитрию Саблину, то есть к его группе компаний Рота. Это можно легко посмотреть по кадастровым выпискам, там каждый кусок земли крупный в районе деревни Калииновка, там в районе Юбилеутова, Горки, вот, он принадлежит какому-то юридическому лицу, какому-то ООО. Вот, если посмотреть по тому, кто является учредителем этого ООО, и так вот всю цепочку учредителей проследить, то в итоге мы дойдем до Дмитрия Саблина обязательно. И получается, каким образом получилось? У нас в начале нулевых годов все колхозы были преобразованы в производственные кооперативы. То есть, у колхозников появилось право выделять свою долю земельную в натуре. Раньше такого права у них не было. И каждому из колхозников, а их в колхозе Владимира Ильича было 600 человек на момент его ликвидации, каждому из этих 600 колхозников был на руки дан, так называемый, земельный пай. То есть, это гербовая бумага, на которой написано, что данный гражданин имеет право на одну шестисотую долю, и там в гектарах, это чуть больше двух гектаров земли получалось, земли. Такая бумага. При этом, самой земли, естественно, никто не дал. А вся земля, за счет того, что руководство колхоза было захвачено рейдерами, вся земля была продана. То есть, вот этот производственный кооператив там продал какому-то ООО свою землю, то еще перепродало. И так вот несколько было вот этих серий перепродаж, и получилось, что вся земля колхоза, производственного кооператива продана, но у 600 человек на руках остались вот эти так называемые паи, бумаги, которые, ну, они как у них лежали в ящике, так и лежат. Вот. И сейчас, когда главой района стал Валерий Венцель, вот, а мы знаем, что Валерий Венцель, он тесно связан как раз с Саблиным, с боевым братством, значит, начался второй этап, второй этап захвата земель. То есть, те земли, которые были в границах колхоза, они уже, уже фактически оказались в собственности, да, у Саблина. А, соответственно, вот эти бумаги никак людьми использованы не были. Вот. Поэтому нашлась группа людей, которые приходили к колхозникам и предлагали у них купить эти бумаги. Купить эти бумаги. Вот. Ну, собственно, они как говорили, что вам эти бумаги все равно, как бы, никакой пользы не принесут. Они вот у вас уже 10 лет лежат в ящике, и вы на них, как ни пытались выделить землю, у вас не получится это сделать. Соответственно, продайте нам эту бумагу за 500 тысяч рублей. То есть, вы сейчас на руки прям получаете живыми деньгами 500 тысяч рублей. Значит, и подписываете вот тут кое-кое-где. И все. Значит, и естественно, очень многие, ну, для любой вот как бы семейного бюджета, да, 500 тысяч рублей, сумма весьма внушительная. Они понимают, что они никак воспользоваться этими паями не смогут. То есть, эти 2 гектара, они виртуальные, они только на бумаге. Вот. И поэтому, естественно, очень многие согласились. А подписать их попросили не договор купли-продажи, а предварительный договор продажи. Вот. Где они обязуются в течение года продать свой земельный пай. Значит. И расписываются о получении этих 500 тысяч. Им действительно на руки дают эти 500 тысяч. И говорят, если к вам начнет кто-то там писать, звонить там из всяких судов, просто игнорируйте и все. Сидите дома спокойно, не дергайтесь. Вот вы деньги получили, все. Нам как бы от вас больше ничего не нужно. Потом проходит год. То есть, истекает срок предварительного договора. А по гражданскому законодательству, если, соответственно, лицо, подписавшее предварительный договор, значит, по прошествии срока этого договора, не совершило каких-то юридических действий, предусмотренных этим договором, то, соответственно, второе лицо вправе подать в суд и потребовать этого в судебном порядке сделать. А за это время, значит, вот эти покупатели, они обращаются в компанию, есть такая компания, ООО «Бион». Вот, вполне официальная легальная компания, даже если вы пойдете в Виндовское МФЦ, вы увидите визитки этой компании. Это геодезическая контора, то есть, контора, которая занимается всякими геодезическими, там, кадастровыми работами. Вот, они обратились в эту фирму, значит, и эта фирма, что делала? Она, значит, приходит на тот участок, который понравился покупателю, да, то есть, это может быть земля, например, лесфонда, то есть, какая-то неразграниченная государственная земля. Это земля лесфонда, может быть, земля сельхозназначения от института садоводства, то есть, что-то неразграниченное. Либо даже вот в центре города, там, на Советской, на проспекте Ленинского комсомола, он отмеряет, ставит координаты, отмеряет, значит, участок нужной площади. Причем это не обязательно должно быть два гектара одним куском. Этот участок может быть разбит на несколько кусков, что главное, чтобы в сумме пополучилось вот эти 2,4 гектара. Ставит координаты, все это фиксирует и подписывает, как кадастровый инженер, он имеет право подписывать заключение, то есть, он эксперт, подписывает заключение о том, что вот данный земельный пай, где написано там 2 и столько-то гектара, может быть выдален именно вот в этих координатах. И, соответственно, спустя год покупатель приходит в суд вибновский, и причем интересно, что все дела рассматривал одна и та же судья, это Кравченко, Светлана Кравченко. И кадастровый инженер один и тот же был. И один и тот же кадастровый инженер. Ну, это компания Бион, он же является руководителем, это Орлов, Сергей Андреевич Орлов. Ну, там могли быть его, наверное, какие-то подчиненные подельники, но в любом случае это все одна организация делала. Все эти дела попадали к одной и той же судье, и все они были написаны, там исковые заявления под копирку, и решения суда тоже были вынесены под копирку. Значит, он обращается, говорит, уважаемый суд, смотрите, я заключил с вот этим гражданином договор предварительной продажи. Он мне обещал в течение года продать свой пай. Я ему заплатил денег, о чем он тоже расписался, что он деньги получил. Я обратился к кадастровому инженеру, который намерил мне мой пай, выделил, да, вот его координаты, вот заключение кадастрового инженера. Пожалуйста, значит, поскольку договор предварительный, значит, сроки нарушены, пожалуйста, в судебном порядке мне, значит, зарегистрируйте мое право собственности, на вот эти, на эти земли. Значит, третьим лицом является администрация Ленинского района, то есть, получается, в лице Венцеля, который являлся первым лицом, да, этой организации, не является, никаких письменных отзывов, возражений не представляет, ни по одному из, там, там более сотни было дел, ни по одному из этих дел не является. То есть, никакой заинтересованности в защите государственной собственности администрация не проявляет. Хотя дело там было не одно, то есть, это нельзя списать на то, что случайно они там в зоопарке проглядели, там, сто дел, извините, то есть, это позиция. Сам продавец, значит, колхозник, тоже не является в суд, ну, его попросили сидеть тихо, он сидит тихо. Вот, то есть, приходит только сам покупатель и эксперт. И, кстати, иногда это было даже одно и то же лицо, то есть, иногда сам Орлов за ним являлся покупателем, иногда это был кто-то другой, неважно. Вот, и судья смотрит, так, значит, предварительный договор есть? Есть. Значит, факт передачи денег есть? Есть. Значит, заключение кадастрового инженера есть? Есть. Все. Удовлетворить требования в полном объеме и признать право собственности за вот этим покупателем на вот этот участок. И прямо в решении суда указаны координаты, координаты поворотных точек этого участка. После чего с этим решением суда, значит, покупатель идет благополучно в МФЦ, там, в Росреестр, и ему оформляют эту землю. Все это было сделано, вот эти все судебные решения были в течение 2019 года, то есть, как раз еще в период правления Венцеля принятые. А хлебнули мы это уже сейчас, то есть, уже Венцеля нет, а как раз все эти решения сейчас исполняются. И у нас, как буквально, как грибы после дождя, как какая-то вот плесень, да, начинает по всему району появляться вот эти участки. Вот, наши активисты, они создали целую базу, их там более 300 штук оказалось. И в общей сложности это более 7% площади всего района. Вот. И все это в основном, это земли Гослесфонда, лесной фонд, то есть, прямо в лесу выделены участки. Это земли, значит, Института садоводства. Они там являются, были в пользовании. То есть, у многих возникнет вопрос, там, почему так Институт садоводства землей поступил. Эта земля была в пользовании Института садоводства, она не была непосредственно в собственности. И они наделяют, эти самые, нарезают земельные участки на землях неразграниченного пользования. Те, которые по факту распоряжаются непосредственно в муниципалитет. Вот, откуда выплывают фигуры руководства нашего Ленинского района, а ныне уже Ленинского городского непосредственного округа. Ну, и там насчет Института садоводства тоже, да, надо сказать отдельно. То есть, почему там, на самом деле, в 95-м году постановлением главы района, почему-то это время полномочия района тогда были, ну, я не знаю, постановлением главы района выделяется вот этому Институту садоводства, то есть, это федеральный институт, федеральный, то есть, государственный институт, ему выделяется 500 с лишним гектара земли под пользование бессрочное. И, ну, на этих полях как раз, значит, Институт выращивал там разные садовые культуры, занимался исследованиями и так далее. И вдруг, вот уже как раз в 2000-е годы, начинаются один за другим разные судебные процессы по оспариванию вот этого постановления. То есть, его пытаются признать недействительным. Сперва безуспешно, потом успешно. Вот, довод какой? Дело в том, что Институт несколько раз переименовывался, реорганизовывался. И, значит, истцы, которые хотят признать это постановление незаконным, они утверждают, что тогда было постановление выписано на одно юридическое лицо, а сейчас этими землями распоряжается другое юридическое лицо. И вот эта правоприемственность, хотя она на самом деле во всех приказах, ее можно проследить, но суд же он рассматривает те доказательства, которые ему предъявлены. Ну вот, видимо, каким-то таким образом удалось все эти доказательства предъявить, что суд признает, что, значит, да, правоприемственность нарушена. Вот. И, соответственно, нужно признать это постановление недействительным. А раз недействительным, значит, автоматически все права института на эти земли обнуляются. А раз они обнуляются, получается, что земля не разграничена, и тут же туда приходит вот этот Орлов с этим Бионом, и, значит, начинает намерять свои участки. И как раз, если в землях лесфонда, значит, это где-то кусками, то тут они прям пошли сплошняком. То есть, вот, например, клубничное поле в районе Булатниково полностью ушло под паи колхоза Ильича, которого там никогда не было. Сад, большой фруктовый сад между улицей Старонагорная и Железной дорогой Павелецкой тоже полностью ушел целиком. И если отследить, кто является конечным бенефициаром, да, приобретателем вот этих участков, а ведь, ну, надо понимать, что этот Орлов, это просто посредник. То есть, это кадастровый инженер, участвующий в этой схеме, кому было поручено, значит, всю эту схему провести. Но не он же сам будет это все застраивать. Вот. То есть, он посредник, который, значит, в итоге продает другим уже конечным покупателям, которые будут ее использовать. Вот. И там оказывается, что сейчас этим землями владеет некий поевой инвестиционный фонд. И если смотреть по соучредителям, по аффилированности, то это, по сути, юрлицо аффилированное к группе компаний Лидер, ФСК Лидер. Это один из крупнейших застройщиков, который в Ленинском районе нескольких проектов реализует. То есть, мы прекрасно понимаем, что земли института садоводства в ближайшее время будут под новый девелоперский проект, значит, использованный именно группой ФСК Лидер. То есть, новый жилой комплекс должен появиться между Видным и МКАДом. То есть, и так весь город стоит в пробках, а это, ну, представляете, да, то есть, еще туда добавить несколько тысяч машин. То есть, там речь идет не только о самом клубничном поле, это просто то же самое яркое, но также и между лесополоса, между Спасскими выселками и деревней Жапкино непосредственно тоже попадают в эту самую часть. Поэтому масштабы бедствия, на самом деле, они огромные. Вот, и даже для города Видного, казалось бы, у которого уже земель свободных нет. Нашли. То есть, нашли. То есть, построили рынок, да, на Советской улице. Это тоже земля колхоза оказалась. Оказалась земля колхоза Владимира Ильича. Напротив 48-го дома по проспекту Ленинского комсомола тоже там скандал был. И самое интересное, как повела администрация себя, это отдельная история, то есть, начали, приехали пилить деревья, прямо за автобусной остановкой перед 48-м домом. И пилить деревья начали под корень. Жители начали бить тревогу, вызвали полицию. Приехали сотрудники полиции, начали посмотреть документы. Документы, вроде как, подписаны под вырубку. И оказалось, что это тоже по кадастровой карте земельный участок. Также уже принадлежит частному лицу. Там поставлен на кадастр. И, таким образом, глава в виде этот кипиш, новый, спаски, поступил как? Он, типа, отозвал свое распоряжение. О вырубке. Да, о вырубке. А там уже даже пни покорчевали, там вырубить нечего. И поставили забор и начали строить. А вот такой молодец, как бы, отреагировал. И на следующий день, тоже по проспекту Ленинского комсомола, у третьего дома, где почта находится, началась та же самая процедура с теми же самыми фигурантами и лицами. И, то есть, у нас, видно, это началось с березовой рощи, где господин Арапов реализует свой коммерческий интерес, который у нас руководитель общественной палаты, которая должна, вроде бы, как бы помогать. Член общественного совета парка. Да, член общественного совета парка встиляет, грубо говоря, березы, чтобы построить там теннисные корты. Потом это у нас произошло вот на проспекте Ленинского комсомола, на Советской улице. И таких участков, Анатолий сказал, у нас по всему району более 300, поэтому мы это еще и увидим. Что на этих самых участках будет? Остается только гадать. Где большой земельный участок, там, скорее всего, будут жилые дома. Где участок поменьше, будет какой-нибудь, это самое, ларек, морек, да. Но ведь эта схема, она, рассказали очень подробно и доходчиво, она белыми нитками шит, она, на мой взгляд, является мошеннической. Каким-то образом противодействовать этому возможно? Ну, мне кажется, что чисто юридически это может противодействовать прокуратура. Потому что кто еще может? Да, то есть у прокурора есть права выйти, значит, потребовать пересмотра любого судебного дела по вновь открывшимся обстоятельствам на любой его стадии и выйти в защиту интересов государства и неограниченного круга лиц. Вот такие права есть у прокурора, собственно, это его задача. Поэтому я считаю, что если прокурор будет на то его воля, то это можно оспорить. А оспорить, ну, собственно, каким образом? То есть, действительно, у колхоза Владимира Ильича, у него же есть свои границы, он же не резиновый. И если, допустим, оспорить там право на пай внутри этих границ, ну, может быть, там и будут какие-то сомнения, что, ну, может, это и правда он на это имеет. А за пределами, то есть, как вообще доля может быть за пределами целого? То есть, это, ну, самый простой аргумент, который может, в принципе, все это обнаружить. И тем более категории земель, которые не соответствуют непосредственно назначению. Ну, тем более, ладно, категория, но просто если она даже не в границах, как можно выделить долю чего-то за пределами. То есть, знаете, вы делите там с кем-то, там, ну, не знаю, там, с кем-то из родственников, там, например, имущество, да, свой там, участок, да, а в итоге залезли на соседский участок и выделили там своему брату участок соседа. Ну, это выглядит именно так. Ну, кстати, история с муниципальной реформой, да, по организации Ленинского городского округа, в принципе, укладывается в эту программу, потому что сейчас они формально могут говорить. Вот если раньше это было горки Ленинские, да, поселение городское, вот, свои администрации, свои структуры, своими границами, а выделяли участок сейчас в Булатниковском сельском поселении, которые, опять же, имеют свой муниципалитет, свои границы, то сейчас у нас Ленинский городской округ, это происходит в рамках одного непосредственно муниципального субъекта. То есть, если те, кто нас смотрит, помнят историю, как мы протестовали против создания городского округа, да, год назад, говорили о тотальной застройке, которая будет продолжаться, в принципе, мы это сейчас все и имеем, вот, конкретный факт. И люди начинаются возмущаться маленькими конкретными проблемами, которые касаются их. Но проблема общая, масштабная, вот, это и преобразование в округ, вот, это, соответственно, уничтожение местного самоуправления в общем и целом, это злосчастный закон о обороте земель и сельхозназначения, и это, естественно, наша правоохранительная система, которая, к сожалению, у нас в Ленинском районе и в Московской области полностью тотально коррумпированная. То есть, из чего мы делаем такое заключение? Ну, что прокурор, что ли, не знает, что происходит? Ну, конечно, знает. Что прокурор не присутствует на заседаниях Совета депутатов? Ну, конечно, присутствует. Депутаты, коммунисты и активисты Ленинского района обращаются в прокуратуру по смежным, скажем так, вопросам. Обращаются. Некоторые активисты, можно сказать, вообще в Следственном комитете ночуют, разоблачают вот схему мошенническую. Вот у вас уже есть готовое по факту следствие со всеми документами. Будьте любезны, занимайтесь. Ведь не только прокурор может обратиться в суд, может и в Следственный комитет организовать на основании тех фактов, которые есть, непосредственно провести формальную работу и также выступить с инициативой. Но, к сожалению, этого не происходит. Получается, из Государственного фонда земельного изымаются бесплатно земли. Или снова. Да, снова, повторно изымаются. Потом, насколько я понимаю, там есть участки, которые соревнованы вдоль дороги будущей, которые планируются построить, которые, видимо, эти участки будут проданы опять государству путем изъятия. И люди на этом будут зарабатывать, эти мошенники. Да, тут, кстати, тоже интересный момент есть. У нас же тоже одна большая история, которой мы пытаемся придать гласность. Где-то, получается, где нет, это строительство юго-восточной хорды, которая должна пройти через поселок Бица. И там опять мошеннические схемы с землей есть. Потому что те земельные участки, которые находятся непосредственно у жителей в собственности, где проходит эта самая хорда, там стоимость кадастрового участка, она низкая. А там, где эта дорога не захватывает под изъятие земельного участка, там кадастровая стоимость остается непосредственно вот такая вот рыночная и высокая. То есть, это видно, что вообще на всех уровнях, вот какой вопрос ни коснись, который перекликается земельно-имущественными отношениями, действует, в принципе, судя по всему, мошенническая схема. То есть, мы еще, ну, к сожалению, жители не осознают масштаб бедствий, который их ждет вообще. Ну, скажите, решение этого вопроса, оно где? Вот Кащеевая смерть, что называется, где эта иголка спрятана? Карфаген должен быть разрушен. Действующую власть надо менять. Где? Везде. Везде. Ну, получается, например, там, через депутатов Государственной Думы преодолеть эту прокурорскую лестницу, о которой мы знаем, когда отвечает там заместитель прокурора, месяц ждешь, потом прокурор, потом районный и по полгода как бы... Здесь мы, опять же, вторгаемся в сферу большой федеральной политики, изменения Конституции, которого никто не ждал, но оно непосредственно случилось. И мы видим, что та вертикаль власти, которая устроена, она не отвечает интересам вообще жителей нашего государства. Потому что сейчас прокурор находится и назначается непосредственно исполнительной властью. То есть он не подотчетен даже депутатам и никому. И в этом отношении должно быть каким образом? То есть если затрагиваются общественные интересы, то как минимум, наверное, назначение регионального прокурора и федерального прокурора должно происходить не по согласованию с органами исполнительной власти. Это, в принципе, можно дать эту прерогативу той же самой Государственной Думе. Ну пусть там хоть единоросс, но он хотя бы будет подотчетен непосредственно депутату. И любой депутат Государственной Думы или Московской областной Думы могут поставить пред прокурором вопрос. Вот оно громкое дело, а что вы здесь делаете? Как счетная палата. Конечно, конечно. Но у нас такие возможности Единая Россия и олицетворяющий ее политику президент Владимир Владимирович Путин своей конституционной реформы непосредственно забрал. Происходит конфликт интересов между прокурором и Следственным комитетом. Мы неоднократно видели даже, например, нашего Ленинского района, а ныне округа, когда Следственный комитет в лице Бастрикина возбуждал какие-то дела и выходил в суд. А прокурор непосредственно это дело отзывал и отправил непосредственно доследование. Поэтому вот этот двуглавый дракон, который между собой никак не может договориться, тоже должна быть произведена реформой. Ведь раньше следственные действия и прокурор непосредственно совершал, и Следственный комитет находился внутри прокурорской системы и мог производить эти самые следствия. Но сейчас это получается вот так вот разорвали, получились две конфликтующие, грубо говоря, стороны. И одна сторона с другой может, грубо говоря, друг другу гадить таким образом, что одни возбуждают, грубо говоря, дело, а другие при этом дело закрывают. Другие возбуждают, эти закрывают. И вот эту вот чехарду, ее надо же как-то тоже прекратить. Если уж дело возбудили, то будьте любезны, работайте. Поэтому как систему менять? Надо менять власть. То есть мы видим, что все те реформы, которые делаются в последнее время, они, мягко говоря, антинародные. Что вот эта пресловутая вертикаль власти, она, к сожалению, весь тот правовой механизм, который мы заново начали вырабатывать после развала Советского Союза, она по факту подчинила исполнительной власти. А то количество олигархов, которое у нас непосредственно есть, если раньше при Ельце не было 6-7 человек, сейчас мы открываем список Форкстенов, у нас там сотня. И естественно, они все свои интересы крупного капитала, они должны реализовывать взаимодействие с государственной властью. И вот я считаю, что именно поэтому вот эти надзорные органы и следственные, они подчинили этому институту исполнительной власти, с которой наши олигархи, так и иначе, связанно работают. И наши власти помогают зарабатывать вот таким вот образом, конкретно нашего муниципального округа, позволяя делать такие вот вещи. У нас получается какая-то история, как заколдованный. Все чего-то ждут, должно быть так. Но где это, акторы этих перемен? Потому что, будем говорить так, системные партии в меньшинстве находясь, там даже где они сумели какие-то получить мандаты и представительства, ну ничего не могут сделать. Очень яркий пример, как Крудинин пытается там просто слово получить в Совете депутатов. Давайте так, имея даже минимальное представительство в этих самых органах, мы хотя бы получаем доступ и возможности работы с документами, анализа этих документов и потом объяснить людям, что же на самом деле в конце концов происходит. Поэтому у нас всегда идет дискуссия, а стоит ли представителям коммунистической партии идти в исполнительную власть, а стоит ли представителям коммунистической партии участвовать в выборах, которые у нас по факту тоже нет. И мы всегда приходим к выводу, что если мы в этом не будем участвовать, то люди вообще не будут знать, что происходит и как ведет эта самая власть. Поэтому мы здесь, и как я считаю, пусть у нас не получается противостоять в полной мере тому процессу развала государственности всей, как такое есть. Мы хотя бы людям можем на конкретных примерах, на фактах показать и объяснить, как этот механизм работает, и почему эти товарищи нам совсем не товарищи, а являются самыми настоящими господами, и почему Карфаген должен быть разрушен. Если представителей наших там не будет, ну никто об этом не скажет. Вот даже по примеру работы нашего муниципального совета, как там представители ЛДПР, вот избрался там Жутяев депутатом, типа я буду поддерживать, я буду с вами голосовать, а на видео, которое вы выложили в части утверждения положения присутствия граждан на заседании Совета депутатов, ну там видно, что он проголосовал непосредственно за. Вот и пожалуйста. Или возьмем совершенно замечательное выступление Александра Васильевича Баюклина, с которым раньше мы сотрудничали и были у нас большой интерес. Ведь в этом интервью было прекрасно все, даже упоминание о перетягивании штатива. То есть он преподнес это таким образом, что жители во всем виноваты, и жители чуть принесли этот штатив. Хотя жителей тут на этом заседании не было вообще. Штатив принес депутат, совет депутатов Анатолий Николаевич Хомяков. Штатив отобрал глава городского поселения Моисей Исаакович Шамаилов. Попытались попрепятствовать этому депутат Хомяков, депутат Иванов, депутат Малков. И штативом перетягивания занимался начальник службы безопасности Галота Ленинского муниципального района и сотрудники частного охранного предприятия. Там жителей не было нигде вообще. Ну, Александр Васильевич, как непосредственный участник перетягивания штатива, могу сказать, что действительно, вместо того, чтобы сказать, что конкретно глава города у меня просто пытался подрезать камеру со штативом, оказывается, это я пришел, чтобы заниматься перетягиванием штатива. То есть вот так вот настолько перевернут. Даже не причины и следствия. А то, что жители мешают проведению Совета депутатов. Но на этом Совете депутатов мешали проведению Совета депутата и гласности. Это руководитель исполнительной власти Моисея Исааковича Шамаилова. Ныне почетный гражданин, кстати. Да, да, да. То есть как-то тут вот... Поэтому такие вещи, да, вот надо присутствовать, надо снимать, надо об этом рассказывать. Потому что, ну, мы иначе просто не донесем, почему мы выступаем против. Мы же выступаем против не просто так, потому что нам это взголову взбрело. У нас есть свое представление о том, как должен быть устроен мир, да, как должно быть устроено там справедливое государственное устройство. Вот. И мы на конкретных фактах это показываем и рассказываем. Поэтому отказываться от участия в псевдовыборах, ну, конечно, нельзя, потому что если нас не будет, ну, никакая другая политическая партия эту функцию, ну, не будет выполнять. То есть, ну, это же... Вообще, на самом деле, тоже вот добавлю, да, полностью согласен с тем, что Владимир сказал, добавлю, что не нужно ждать, что там прилетит какой-то, да, супермен, который нас всех спасет, да, от этих злых олигархов. То есть, на самом деле, наш народ, все, каждый из нас, да, должен осознать, все это понять, все это осознать, свое необходимость участия в этом процессе, да. То есть, если учесть, что у нас сейчас там, ну, явка на выборах, да, там 20, в лучшем самом случае 30%, да, то это значит, что 70-80% людей вообще не в теме. Они даже не понимают, зачем нужно ходить на выборы. Они не понимают, что это нужно, они не понимают, что они граждане, что от них реально зависит то, как они не видят причины следственной связи между тем, почему вырубили деревья в их любимом сквере, и тем, почему он не пошел на выборы, например, да, в прошлом декабре. Они не видят связи там между тем, почему там, например, увеличился налог, почему выросли там, ну, там, еще там какие-то, да, там, налоговое, да, бремя там, ну, и почему он не пошел на выборы. То есть, он не видит причины следственной связи, потому что, если бы он видел, он бы пошел. И вот наша задача людям, это в силах каждого абсолютно, то есть в силах каждого самому разбираться, самому повышать свой уровень образованности и просвещать своих сограждан, рассказывать им правду. Потому что просвещенный гражданин, думающий гражданин, на него не действует никакая пропаганда, он сам мыслит своей головой. И если нас будет таких, кто в этом копается и разбирается, большинство, то никакая олигархическая власть просто не сможет управлять этим обществом. Это, ну, в принципе, будет невозможно. И здесь хорошо было бы вставить суждение Грефа, который рассуждает, что образованный человек не нужен, потому что он плохой потребитель. Вот она разница в мировоззрении непосредственно нашим, которые мы здесь представляем, и мировоззрением той элиты и партии «Единая Россия», да, в общем и целом, которая транслирует непосредственно вот знаменитый Греф. Спасибо, что пришли, что объяснили все доходчиво и подробно. Будем продолжать наблюдать за развитием событий, сопротивляться, где это можно, и при помощи, в том числе нашего канала, освещать, просвещать и помогать процессу изменения. Спасибо. 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 Спасибо.